Соревнования начались. Горнолыжную базу на горе Морозное в Елизаве, несмотря на прошедший циклон, всё-таки смогли подготовить ко встрече спортсменов. Организаторы решили изменить программу и провести сначала гонку чемпионата России. В четверг, 24 марта, спортсмены выступили в дисциплине с лалом «Гигант». Цикл соревнований на Камчатке, он включает в себя проведение и Кубка России, и чемпионата России, и первенства России. Сначала у нас был запланирован Кубок России. Понятно, погоду мы все видели, поэтому буквально вчера жюри приняло решение о изменении программы, и так как погода сегодня относительно благоприятствует, провести всё-таки гонку чемпионата России за медаль, за звание чемпиона России, чемпионки России. Удачно завершилось. В соревнованиях приняло участие 74 мужчины и 50 женщин. Представители 15 регионов нашей большой страны. Чемпионом России в слаломе «Гиганте» среди мужчин стал Александр Андриенко, представляющий Калужскую область. Серебро получил камчатский спортсмен Никита Алёхин. Бронза досталась Григорию Гусеву, который защищал честь Москвы. Финишировать в соревнованиях смог 41 горнолыжник. Двое не стартовали, остальные сошли. Я доволен результатом. Были какие-то трудности, особенно на второй попытке, из-за того, что очень сильно разбилось полотно трассы. Было намного тяжелее ехать, чем первую попытку. Я шестой ехал, вторую попытку я тридцатый ехал. Намного тяжелее было. Организация была нормальная, готовили трассу до этой прыги. Прыга прошла, выпало очень много свежего снега. И вся работа, то, что они делали, ушла под снег. Среди женщин возникла спорная ситуация. Изначально победительницы определили Екатерину Ткаченко. Но после просмотра повтора победу решили отдать Ренате Абдулкоемовой, представляющей Сахалин. Серебро выиграла красноярская горнолыжница Ярослава Попова. Третье место у Анастасии Горностаевой из Москвы. Всего к финишу смогли добраться 25 горнолыжниц, двое не стартовали, еще двоих дисквалифицировали, остальные сошли. Конечно, рада. Это мой первый раз. Моя первая победа на чемпионате России. Здорово. Тяжеловато было вторые попытки, потому что склон разбивался из-за того, что снег свежий выпадал. Все судьи, все организаторы старались максимально. За это огромное спасибо. Уже в пятницу спортсмены покажут свои силы в дисциплине с лалом. Добавим серию горнолыжных соревнований, которые включают в себя чемпионат, первенство и Кубок России по горнолыжному спорту, продлятся на Камчатке до 29 марта. Участие в них принимают сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Соревнования пользуются популярностью и позволяют привлечь внимание к традиционным и наиболее развитым спортивным дисциплинам на полуострове.